и всем привет дорогие друзья с вами может и мы продолжаем играть игрушечку kingdom new lands как вы можете помнить в прошлой серии мы совершили нашу первую атаку на нашего врага пошли на портал и проиграли также мы построили корабль котором который я считал и порталом и кораблем одновременно и сумели запустить его вплавь как можно как вы могли заметить очень много лучников туда бежал и не знаю зачем и я специально не гуглил не смотрел для чего нужен корабль я решил все-таки на свою интуицию проверить правильно я задумал а вот как я задумал я не скажу когда уже все решится тогда и посмотрим лучники уже ничего они ходят группами понятно интересно искусственный интеллект интересный посмотрим как далеко уплыл корабль то есть фактически он уже вот сейчас должен был стоять тут но почти сейчас мы отдохнем и проверим лошадь лошадь стареешь пойдем наш голубой король тащит почему голубой но в голубом плаще начнем нравится голубой цвет конечно же цвет и наш корабль проплывает уже каменную основу а шоба и плыть посмотрим как далеко ему еще остается пойти фактически очень далеко безумно далеко ему нужно плыть тут как минимум серии серии 15 стоит плыть то есть наверное нужно было раньше этот корабль запускать и обороняться то есть моя цель чтобы они дошли до корабля или до чего или может быть корабль какой-то спасение ой ух ты ничего себе обалдеть а что если бы портал был бы в этой стороне я бы его отправил сюда очень интересно результат рискую конечно бегу снова но усилим к мы наших лучников нормально ложь отдохнула отдохнула аж даже как-то напряженно становится до корабль очень медленно плывет слишком даже не сказал буквально проходит наверное за сутки только сколько мы наверное пробежим на лошади голубом секунды за 4 5 наверное так медленно плывет то есть наша цель сейчас обороняться на полностью ждать пока да пока наш корабль не наплывет а тем временем 27 день начинается без проблем то есть денег у нас сейчас намного меньше у нас сейчас все ходят чисто на обороне ребята стоят ну куда денег обалдеть поставим как не прошу он дает денег отлично ух ты так можем нанять наших еще одного рыцаря да давайте наймем конечно же рыцарь нам нужен и лучник ой ой-ой-ой-ой живем нормально все то есть теперь портал очень опасен я бы удивился если бы корабль доплыл до конца понял что ему не в эту сторону развернулся бы пошел обратно это было просто мега эпик я бы тогда тут сутки на нажил бы портал реально близко есть ли тут дурак да дурак вот такой дурак отдыхай ай все я умер умер ребята умер вы серьезно просто не хватило вы серьезно что ли Нет короны, нет короля. Какой придурок пойдет к порталу без шифта? То есть на уставшей лошади. Но на самом деле я не ожидал, что они так быстро выйдут, так рано выйдут. А все было так хорошо. Хорошо, ладно. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Не расстраиваемся, не психуем. Мы играем за девушку. У нас была дочь. Наш король был тупой, но у него была прекрасная дочь. Которая поняла все ошибки своего отца. Вот, который призрак голубой и розовый. Голубой отец, розовая дочь. Отлично. Это прохождение будет бесконечным. Здорово. 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 Я все понял, как все работает. Сейчас все наизер сделаем. Раз, два. Ты давай. Три, четыре, пять. И сюда. Вопрос, с какой стороны они к нам будут ходить теперь, непонятно. Как можно было так просто всю игру себе запороть? Я не представляю. На. Щедрая королева. Ребята, нам повезло. Корабль оказался очень и очень близко. Вопрос. В этой ли стороне портал? Ой, тут и... Ой, как все близко к нам. С этой стороны, скорее всего, ничего не будет. Знак. Не понимаю, для чего он. И лагерь очень далеко. Очень далеко от нас лагерь. Это минус. Твою мать. Вы серьезно, да? Прошу, только нет. Бежим. Просто сваливаем отсюда. Просто сваливаем отсюда. То есть, блин. Нет. Нас же убьют. Наших рабочих просто истязают там, пока будем строить корабль. Ай-яй-яй. А, хотя нет. На шифте можно спокойненько добежать на одном, да? Ну да, в принципе. Не так уж далеко. Мне интересно, а с другой стороны, там тоже портал или нет? А, у нас два лагеря, вот он. Неплохо. Хорошо. Возможно, девушки повезет. Девушка-то не глупая будет у нас. Нормальная, адекватная девушка, умная. Деньги давай. Мне вовремя, я сказал. Дай деньги. О! Куда-то охотник. А я не понял, у нас уже начался, вообще второй день, там ночь. Я что-то как-то протупил этот момент. Вспарь, на, возьми. А, вот оно, пошло, хорошо. Ну, раз пошло, на этом мы и закончим. С этим, конечно же. Два солдата тут. И ни одного солдата тут. Грамотная расстановка. По-моему, раньше дни шли быстрее. Не знаю, кстати, не знаю. Мне сейчас нужно взять денежку у торговцев. Что-то прям длинная ночь какая-то. Вообще длиннющая. Бобушки, какой-то меньше. Так, хорошо. Давай сюда. Вот так вот. Вот так вот. Два солдата. Мне нужна еще армия. Раз, два. То есть, вначале мы обстраиваем просто наше войско. Или сделать башню. А я караванчику не заплатил. Ну, ладно. Проверяем эту сторону на наличие сундуков. Папа, прости, но ты поздно. Да-да, страшно. Это мы уже видели. И сейчас с этой стороны просто нежданечко у нас пустов вылезают. Эти тролли убивают нас, да? Еще два крестьянина. Ну, на. Одного. Я надеюсь, очень надеюсь, что с этой стороны будет только улучшение для наших. Лучников. Ничего нового. Погнали. Так, хорошо. Хабарчик берем. Наш депозитный бубсундучок. Второй. Ой-ой-ой. А третий будет? Не, не бойся. Ну, ладно. Перевес у нас мешочка. И у нас должен быть тут конец карты плот. Так ведь? Прошу только не портал. Шикарно. И отец ведет нас обратно. Он думает, что как бы мы глупые и не знаем, в какую сторону нам вообще идти. Но мы-то знаем. Мы-то прекрасно понимаем, что мы уже не раз вот были. Не раз сталкивались с этой проблемой. В общем, эти тролли нас дико станет, да? То есть, если бы я пошел вот так вот... Что-то нет, и мы нас все равно догнали бы. До сих пор не могу отойти от того момента. Когда почти, наверное, победил. Но, увы. Увы. А вообще, в принципе, наверное, стоит корабль запускать? Нет. Пораньше не надо, наверное. Потому что вся армия уйдет. Хотя какая-то в армии. Там пара лучников. Нам, в принципе, сейчас не нужно даже расстраиваться в эту сторону. А просто всю мощь вкладывать. Вот сюда. Так, еще лучник. Еще лучник. Ага, да-да-да. Вот это. И ночь наступает ночь. Еще лук. А я буду пока потихонечку. И в эту ночь к нам вообще никто не приходит. Мы кидаем две монетки. И давайте сразу же, прям абсолютно сразу потратим 10 монет. А-а-а. 5. 10. И еще 8. Раз, два, четыре, пять, шесть, восемь монет мы потратили. Да куда ж ты... Что он мне показывает? Что ты? Он ходит за нами? Неплохо. Ладно, ходи. Ходи, отец. Сразу оборону давайте. Сразу вышку нормальную. Человеческую сразу вот так. И улучшаем наш костерецкий. Ставим лагерь. И я предлагаю, все-таки еще раз вышку тут игра, потому что рандомно генерируется. Я не знаю, чего еще ожидать от этой игры. Поэтому вот так вот. Потратим все наши сбережения. Ну, почти все. Давай сюда. Ну, нет, ничего нет. То есть, в принципе, я вообще не вижу смысла до каменных построек переходить дальше. Не знаю, наверное. Сейчас наши кузницы все построят, и мы решим, что делать дальше. Будем сейчас очень быстро развиваться. Прямо скорейшим темпом. В смысле? Стоп. Ты чем был занят? Да ладно. Это они строили вышку чистаков в начале? Ну, офигеть, какие ленивые ребята. Еще два лука хочу. Ага. Да ладно. Они сразу строят его? А-а-а-а. Так они сразу ушли строить. Вот в чем дело. А почему в прошлый раз там были просто обломки? Я не понимаю. Видимо, деревья, что ли, мешались? Не знаю. На, возьми. Я надеюсь, что... А, так быстро, да? Это вообще без проблем на просто. У нас раз-два есть. А тут кто? Э, кузнец. У нас всего два кузнеца. И лучник бежит куда? Три... Точнее, тут четыре у нас. А тут сколько? А тут трое. Ого. Бегут два бомжика. Маленьких. Слабеньких. Ой, ваншот. А-а-а. То есть, в принципе, лучники бесполезны, да? Но они через чистокол плохо стреляют. Понятно. Получше ли крепость? Нет. Не хочу пока. Вырубим вот это. Вырубим вот это и вот это. И давайте-ка с следующего дня вот сейчас начнем делать ферму. Скорее бы уже нам пора это сделать. Хотя и там нужен чистокол общий точно. Угу. Я перепутал. Да, да. Делаем чистокольчик. У нас построена здесь вот такая вот хибарочка. Ну, я постараюсь, наверное, наплевать на это. Хотя, ладно, чего уж тут. Ничего мелочиться-то сразу. Давай, нормально, все. Поставим сразу оборону два рубежа, потому что враг у нас всего лишь с одной стороны идет. И я не вижу смысла просто переживать за это. Построим, построим. Да? Караванщик. Мне нужны деньги? Ага. Мне нужно с лучников собрать, Даня. Мне нужны лучники. Давай сюда. Там есть твои друзья, нет? Опа, олень, давай. Давай, бей его. Мужик. Мужик. Так, хорошо. В принципе, ребята, мы сейчас очень быстренько все установим. Все, что у нас было, все, что мы потеряли с вами. Ты куда вкладываешь? Дурак, что ли? Чистокол давай улучшай. А потом только вышку. Ишь, что утюнул сразу, начинается, начнет с вышки. Нас пронесут сразу, и все. Балбес. Так, там наш пацан стоит. Давай сюда. Не хочет, смотрите-ка. А можно ли сразу в камень? Отлично. Можно начать с фермы. Хорошо. Нам нужно срочно катапульты вставить. Потому что катапульты, это просто имбаланс какой-то. Так. Ну-ка, есть что? Нет. Бедненький. А у вас есть что пожевать? Нет. Это за что мне? Не представляю даже. Так, это красная луна у нас или нет? О, ну да. Нам бы, нам бы сейчас всю нашу... А, это нормальная луна, адекватная. И кузнец-смельчак выходит в бой. Поддержим его. Ага, не поймайте. Я уже доигрался. И мы их спокойненько выносим. Вообще не сложно. Сразу ждем торговца. И постараемся... Что мы постараемся? Не знаю. Улучшить все в каменной постройке. Наверное, да. Потому что нам нужен каменный чистаков. Каменный чистаков. Блин, красава. Нам нужно каменное сооружение какое-нибудь. Хотя бы самое примитивное. Потому что красную луну мы продержимся, но тяжко, да? День пятый. Давай сюда. Очень мало нам выдает торговец. В принципе, конечно, как обычно, но маловато для нас. В этом лагере больше никого нет. Нам придется идти дальше. Вот, садим пока по временю. Сколько стоит? Три, четыре, пять, шесть. И у нас остается одна монеточка. Всего лишь одна. Но мы очень быстро и качественно улучшаемся на каменных построек. А что если... Нет, Оленя уже убежал. У нас почему-то зайцев мало сейчас. Очень мало зайцев. Ну ладно, возьми, будешь в армии служить. Вообще, видите, никто не хочет давать мне денег. То есть ребята просто против процветания нашего королевства. Ну, кроме вас, конечно. Тут у нас нормально процветающая сторона. Понятно. Наверное, зря я так сильно вложился в корабль. Наверное, да, зря. Можно улучшить. Можно. И вот это, да? Три, четыре. Вообще ничего. Ни на что нам не хватает. Вообще ни на что. Вы кучу, мы добываете? Нет, ребят? Вообще ничего не добывают. Они меня разочаровывают, конечно. Неужели нам просто придется жить на деньги торговца? Вы че? Ну-ка, устроить с суровыми дерева. Что-то, да, у меня две монетки сразу. Давай. Две монеты. Нормально, ладно. Две, так две. У нас вроде все и хорошо, а вроде и денег нет. Нам нужно срочно вот сюда. Есть че? Ну блин, ну почему ты? Ай-яй-яй. Как так можно? У нас ничего нет. Урожаем, что ли, заняться? Потому что лучники, видите, уже нам не приносят прибыли. Либо их нужно больше ставить, либо что-то еще, не знаю. Неужели три лучника мало? Наверное, сразу чистаково начнем. И нам срочно каким-то боком нужно добыть ресурсы на ферму. Тут все легко, конечно же. Мы их просто выносим. Это что, так в смысле? Вы, давайте стреляйте, попадайте по ним. Че пугаете ты меня так? И у нас не хватает денег вообще ни на что. Ай-яй-яй. Тяжелая жизнь у нас. Тяжелая. Лучники-то охотятся не хотят. Эту серию, наверное, сделаем чуть-чуть подлиннее, в связи с тем, что мы так знатно лоханулись. Так, у нас чистаково уже нифига не держит. Давайте его сделаем адекватно. Давай. Я хочу нормальный чистаково, достойный королевы. Да-да, королевы. И сколько нам не хватает? Давайте глянем. Нам не хватает три монетки, да? А давайте вручную пригоним оленей. А, вот почему здесь никого нет. Тут постройки. Там зайцев нет. Все очень плохо у нас. Вот ты. Я же тебя не смогу пригнать, да? Я раньше этим промышлял, помню. Но этот тратит просто огромное количество времени. Так, давай. Немножко. В принципе, сейчас, конечно, олень от отручников отручников убежит сразу же. Но мы постараемся. И давайте вот так. Заманивать его. Заманивать. Бу. Бу. Давай, беги. Да ты... Да пошел ты уже. Я не хочу с этим оленем вообще. Ничего общего иметь. Просто королевство бомжей. Что? А, нормально. Королевство бомжей. Давай вне сюда. Так, хорошо. Ой, хорошо. Хотя бы одну мы туда были. Хотя бы одну. И тут мы не наблюдаем больше рабочих. Ну, что придется идти так далеко? Неужели они кончились тут? Точнее, закончились. Я не знаю, по кому-то там бьешь, но... Окей. Благодарю тебе. Не может, кто-нибудь еще даст дать чего-нибудь? Нет. Не может. О, вот ты можешь. Мужик. Просто мужик. Так, давай сразу улучшаем. Если бы. Хорошо, значит, утром. Займемся этим с утречка прям. Наймем сразу одного рабочего. Есть деньги, нет? Есть деньги? А там есть кто? Я убегу, если что убегу. Королева-то умная. Рабочих... Рабочие не зареспавнились. Окей. Красная луна. Мы успели построить каменный чистокол. Ну давайте, бомжики, нападайте. Ну, я посмеюсь над вами. И это красная луна, да? Я понял. Больше не надо продолжать. Бесполезная какая-то луна. Ну, видите, ребята, играем за нормального короля, королеву, которая уже знает, что почем, как вообще выживать. Нашу отца она научилась. И дедушке. Теперь нам лишь нужно найти одного человека, который сможет взять эту косу. И не выкинуть ее в море, как сделал это другой, которому было лень работать. Кто не смотрел серию, я, в общем, подошел к крестьяне, говорю, вот тебе деньги. Возьми косу, иди работай. Он ее взял, постоял, выкинул воду, и все. И взял лук. То есть не буду работать крестьяне, не буду пахать, буду лучником. Просто, не знаю, парень дикий был. А ну-ка, у нас денег полно, давай сюда. Раз, два, три, четыре. Все, хватит. Хоть будем по чуть-чуть вкладываться. Пока что, в принципе, нас не так критично строить эти вышки. Врагов не так много, но мы сможем на следующий день все это сделать. А вот бежать мне сейчас далековато. Почти что, по-моему, до... А, нет, не до. Нормально. Сразу берем двух, потому что сюда далеко идти. Отдыхаем. И обратно. Я надеюсь, что они успеют к ночи вернуться, потому что это жесть. Скорее всего, они не успеют. Скорее всего, не успеют. Блин, а что делать тогда? Если не успеют, то... Не знаю, печаль. Так, я не понял. А, они достроили, да? Они достроили. Понял. Дайте мне, пожалуйста, одного крестьянина на базу. Какие наглые все. То есть, в принципе, ферма процветает. А, точно. Я же тут кое-что не доделал, да? Во! Переготовал все почти что. Я, видимо, слишком сильно вкладываюсь, наверное, в дело. Что я слышал монетку? Где-то была монетка, ребята. А где-то был один золотой. Давай сюда. И ты мне тоже обязан чем-то. И, может быть, ты даже? Хм. В принципе, неплохо. А что, если сделать две фермы, будет вообще крутой приток денег. Но две фермы не могу, конечно. Не могу. И у нас парень-то доходит один. Смотрите. А второй где? А второго, походу, забрали враги. Или я пропустил его, и это был второй. Надеюсь, что так. Потому что второй вариант мне нравится больше. А корабль... А нет, корабль уже долго строить. Да, и он поплывет не в портал, а вообще вот туда налево. Блин. Корабль будет вообще долго-долго плыть. Косу взяли, нет? Смотрите, парень взял косу. То есть... Ты уже работаешь, да, на ферме? Да, работает. Че по деньгам? Че по деньгам? Родновато, видимо, ребят. Ой. Я этого не помню, почему-то. Вообще не помню. Это вышка, что ли, прям? Прям тут вышка? Или... Или че? Что это вообще? Да ладно! Прям тут чистокол! А это мне нравится. Будем прям тут защищать его, да? Неплохо, хорошо. Ага, благодарю. И... Лучник один. А на другие деньги мы давайте усилим нашу башню. Ага. У нас еще есть, я надеюсь, крестьяница? Хотя нафига мне это? Вот это хочу. Еще чуть-чуть корабля. Потихонечку восстанавливаем то, что у нас было в очень больших... Очень большими темпами. Уже есть понятие, что нужно, а что не нужно. Да, нормально. Ой, да ладно! И тут можно построить оборону? Серьезно? Лоу. Интересно. Да, они бегут строить, построят там же заборчик. И у нас все будет так... У нас все будет круто. Две фермы. Вообще, в идеале можно вообще, наверное, это тут все заделать и просто отправить наш корабль в путь. В плавь. Я думаю, это будет куда лучше, чем в прошлой серии, потому что там уже был какой-то кромешный ад. да, можем как всегда улучшить у нас все здесь. Но пока не будем. Пока еще лук один. Поставлю сюда. И, по-моему, мне нужно еще улучшить нашу базу. так, для того, чтобы это... У нас была катапульта, да? А сколько нужно монет? Восемь. Семь монет, а у нас две всего. То есть, в принципе, на следующем ходу, так сказать, на следующий день мы все сможем сделать. Потому что тут у нас уже каменная постройка. Правда, не мощная, но... Сойдет. Сойдет. Конечно же. Но, опять-таки, чтобы отправить лучников и одного рабочего, нам, по сути, придется риснуть тремя солдатами. И это будет печально. Минус три защитника. Больше я таких ошибок не буду делать. Я буду ждать их издалека. В принципе, они раньше, чем поднимется луна, не приходят. Поэтому нормально, все безопасно. Так, значит, сейчас мы улучшаемся с утречка. И... И что? И будем копить денежку на баллисту. Ой, на катапульту на баллисту. На катапульту, конечно же. Вы что-то ломаете тут все. О, ну, брысь! Брысь! А, это еще и оборона такая, да? Маски-то обороны. Понятно. Мне не хватает лучников, мне не хватает вообще ничего. Блин. Фигово. На самом деле, реально фигово, потому что нужно еще сильнее ставить забор. Ну-ка, давай сюда. И сразу возьми. А я сразу вот так. И... Можно? Да, можно! Мне хватает одна монета! Одна монета! Все, нормально. Добыли. Мы добыли? Есть? Нет? Есть что? Хорошо. Бежим и строим. Замечательно! Если мы сейчас успеем, на монетку одну. Если мы сейчас в принципе успеваем, ну, в принципе, да, у нас тут есть шансы пережить еще одну ночь. Потому что у нас будет еще и баллиста, катапульта, что же, я вечно путаюсь-то, которая нас выручит в сложной ситуации. Это по кому-то? По рыбам? А, зайка вон бегает. Зайка маленькая, да. Кривой лучник. Ну, ты сможешь, нет? Там уже две зайки, давай. Хотя бы одного поймал. И мне нужно 5-9 монет на улучшение стены. Хорошо. Мы с этим обязательно разберемся. Так. Неплохо. И наша катапульта подъезжает к нашему военному рубежу оборонительному. И живем хорошо. Так, ребята, продолжим мы следующей серии. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также на группу ВКонтакте, мне будет очень приятным. И мы продолжим в следующей серии. Всем удачи и всем пока. пока.